О боже мой, смотрите эти аватарки! Они из первой части, о май гад! Всем привет дорогие друзья, с вами Демонкрафт И сегодня у нас Black Mesa Swords Да, сегодня мы будем проходить Black Mesa Swords Я думаю, вы слышали об этом, так сказать, ремейке первой части Half-Life Ну, тогда не будем тянуть, начнем новую игру Black Mesa Окей Я скачал русификатор, чтобы было всем все понятно Вот Ну, как мы видим Доброе утро и добро пожаловать в транспортную систему Черной Мезы Этот автоматизированный поезд предоставлен для обеспечения безопасности и удобства сотрудников исследовательского центра Черная Меза Угу Как мы... Как мы... 847 утра Температура вне комплекса 34 градуса Не всякое себе Зачем увеличением до 41 градуса Как вы там живёте? Ну да, вот это нормально, кстати. В общем, что я хотел сказать, что, по-моему, игра сделана на Сурсе 2. Но это не точно. Типа, ну посмотрите, всё же офигенно. Загрузка. Используйте... Так, используйте окна в чрезвычайных ситуациях, как аварийный выход. Этот поезд направляется из... Жилого комплекса... Уровня 3. В... Испытательные лаборатории... Сектора С. Если пунктом вашего назначения является зона повышенной безопасности за пределами... Сектора С. Я застрял! Ваши племя будет вернуться на центральную транспортную платформу в... Вау! Зоне 9. И сесть на поезд повышенной безопасности. Если вы ещё не передали ваши идентификационные данные в биометрическую систему допуска по сетчатке глаза... Вы обязаны сообщить об этом сотрудникам Чёрной Мезы, прежде чем вы будете допущены в защищённую ветку транспортной системы. Хотел сказать, что если вам понравится это прохождение, я могу пройти вторую часть с модом Кинематик. Это типа... Ну тоже улучшает текстурки так неплохо. Обслуживание трамвая. ...высокой токсичности материалов, свободно хранящихся в помещениях Чёрной Мезы, курение и приём пищи в пределах транспортной системы запрещены. Пожалуйста, не высовывайтесь из поезда во время поездки. Не пытайтесь открыть двери до полной остановки поезда на платформе станции. Играем... Ох... Оставайтесь на своих местах и ожидайте дальнейших инструкций. При необходимости покинуть поезд, в первую очередь эвакуируются инвалиды. Пожалуйста, не приближайтесь к только ведущим путям и проследуйте на станцию экстренной помощи до прибытия аварийно-спасательных служб. Я забыл что-то сказать. А, не вспомнил, я... Мы играем на максимальной сложности, ну, если что. Потому что... Ну, наилёгком играть это не круто. Просто идём и всех разматываем просто так. Тыщ, тыщ, тыщ. Вот честно, вот эта вот сцена, она реально очень затянута. У меня навсегда в Half-Life'е без сила просто. Я реально думал, что её здесь укоротят, потому что, ну, блин, это слишком долго. Но нет, они решили всё оставить. Интересная тема, что... На Exorcist 2 пока немного игр. То есть, если я не ошибаюсь, это Dota 2, Black Meza, Garry's Mod 13 и... По-моему, Portal 2, но это не точно. А, ну и скоро CSGO перенесут. Напоминаем, что курсы Чёрной Мезы по Десятиборью начинаются этим вечером в... 19 часов. На... Уровне 3. О полуфиналах для персонала будет сообщено отдельно по защищённому каналу. Помните, что от вашей физической подготовки зависит не только ваша жизнь. Лучный сотрудник. Нет, ну, выглядит всё просто офигенно. Мустер. Я уж не знаю, чем все занятия, я просто... У вас есть друг или родственник, который мог бы стать церковным объемом к команде Чёрной Мезы? Открыты вакансии в отделах погрузочно-разгрузочных работ и... Служба безопасности. Для дальнейших справок обращайтесь к сотрудникам Чёрной Мезы. А, дайте мне что-нибудь прочитать. Если у вас есть коллега, специализирующийся в... Теоретической физике, биотехнологии... Или другой высокотехнологичной отрасли... Пожалуйста, обратитесь в наш отдел кадров. Чёрная Меза, работодатель равных возможностей. Чё-то время прибытия... Команда... Эээ... Чёрт. Команда... Получает новый грант. А, всё, увидел. Чё-то жуткие новости... А, другие новости, другие. Всё остальное я не разгляжу. О, боже мой, эта сцена, она меня просто раздражает. Ну да ладно. Одним из требований для продолжения работы в исследовательском центре Чёрная Меза являются постоянные замеры уровня радиации и биологической опасности. Пропуск запланированного анализа мочи или проверки на радиацию ведёт к немедленному увольнению. Если вам кажется, что при исполнении своих обязанностей вы облучились радиацией или попали под воздействие иных опасных материалов, немедленно сообщите об этом своему офицеру по радиационной безопасности. Я опять застрял. Оу. Чё-то я этого не заметил. Сказали про радиацию, и тут сфига как радиация. Да, наконец-то! Фак, е! Вашу личность. После выхода из поезда убедитесь, что вы не забыли ваши вещи. Спасибо! Желаем вам безопасного и продуктивного рабочего дня. Я в книгу спер. Доброе утро, Фримен. Здорово. Вы опаздываете? Да, есть чуть-чуть. Блин. Барни тут в последнее время совсем не видно. Барни, это тот... Винимо, ты сидел наконец в баре. Да. Ох, рано. Я чё-то хотел сказать. Я, может быть, в следующей части с геймпада буду играть. Ну, просто с мышки как-то не атмосферно, понимаете? О, да. Ну, просто посмотрите на это. Просто всё на превьюшку. Доброе утро. Отступка к первой части. Ну, это просто у него там такая тема была, что на главной картинке, типа, натянутые волосы. И типа, это как будто бы конский хвостик. И типа, такие... Вот. Ищи. А-а-а. Тихо. Тоже были какие-то проблемы, но... Ну, давай послушаем. Да, все в порядке. И не просили убедиться, чтобы отправить туда сразу, как наденется защитный костюм. О, да. Это вам. А-а, вливок. Да, здравствуй. Отмеченому персоналу явиться в хранилище смесительных материалов. О, боже мой, смотрите, эти аватарки. Они из первой части, о май гад. Временно отойди оттуда. Я жду важное сообщение. Я тебя поздравляю. Гордон, не трогай. Я сейчас тебя ударю. Найди себе другой компьютер. Ты чё, офигел? В зоне на сверх проводников. На чета. Уйди, мусорка. Дайте мне тыкнуть. Эй, училась. Прекрати. Что же на меня приходит? Мой гороскоп был прав. Кто-то вклесил пожарный димобор или что? Перестань, Гордон. Хочешь втянуть меня в неприятности? Гордон. Гордон, да. Да, я здесь. Что же на меня приходит? Хе-хе-хе. Испортили жизнь охранника. До свидания. Внимание, мокрый пол. Эй, мокрый пол, зацените. Хе-хе-хе. Так. Да, обязательно. Откройте мистера Фримена. Вы ошиблись шлюзом, мистер Фримен. Вы же знаете, я не могу вас напустить. Знаю. Что-то зачастили к нам ребята в костюмах. Опять, наверное, профсоюзы прижимают. А, вы про этого чувака? Я понял. Доктор Эйрс, вы зависите от этого. Пам-пам-пам-пам. Ты живёшь в прошлом. Свои научные дела. А вот эта комната, по-моему, не была в оригинале. Не, она прикольная. С добрым утром. Здоров. Сейчас будет мясо. Вот я соберу. Батюшки! Что за чёрт? Ты? Пам-пам-пам-пам-пам. Ты думаешь, можешь починить заодно и торговый автомат, умник? Да, могу. По этому роботу все мозги прополочу. Лучше тебе стать атомом и расщепиться. Наверное, ты знаешь, что делаешь. Да, знаю, что я делаю. Ах. Ладно. Только уполномоченный персонал. Позвольте. Все должны носить эти смехотворные галстуки. Чем-то у меня туалетной бумаги. Хе-е-е. Интересно. А что? О! Мне так нужна туалетная бумага. Хо-хо. Так, ладысь. Фриман. Вот и ребёнка. Горрин Фриман. Так, окей. Пошёл. Это мы заберём. Добро пожаловать в защитный скафандр Марк 4. У-у-у-у. В опасных условиях. Контроль состояния организма включен. Магнитическая защита включена. Я помню. Да, поздравляю тебя. Оцените. Костюм. Я смотрю, ты король каламбуров. Пусть. Привет. Так. Открывай. Проходите, сэр. Сегодня твоя очередь. Снуть ямку. В смысле? Эй, подожди. Открой, мы, я не поговорил с тобой. Ща. Ладно, пофиг. Здорово. Ты ещё себя разглядываешь? Олрайт. Олрайт. А, то есть так, да? Ну ладно. Хитрые. Хитрые людишки. Ну я смогу сделать вот так. Откро... Всё же всегда была быстрее по этой лестнице. Зачем её убирать? Ой, ну типа закрывать и... Закрывать этот проход, который есть сейчас. Закрыть. Так. Окей. Банни-хоп. В чём дело, док? Ни в чём. Да ё-моё. Чё бы не ходить, как Лу-Лью. Протихо-лайф со 20 минут. А, Гордон, вот ты где. Клейнер. Мы присоединились к нам, док. Мы только что отправили образец в тестовую камеру. Мы разогнали антимасс-пектрометр до 105%. Рискованно, но нам нужна большая разрешающая способность. Ага. 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 А чё злой ты такой? На вот. Ты чё пихнул меня? Пссс. Поздравляю. Элай. Элай. Изначально не должно было себя так повести. Чё? Как у нас тут? Нет ничего, с чем бы мы не смогли справиться, сами, Элай. Окей. Вы сами сказали. Пока. Привет. Святой Беккерель. Уровень радиации, ну, просто зашкаливает. Беккерель. Хе-хе-хе. Так. Интересно, я смогу эту бантинку пронести до конца. Типа, как помните? А, вот вы где. Вас все ищут. Да. Помните такой тем... В смысле? Нет, не смогу. Короче, помните эту тему, типа... Гнома до конца игр пронести во втором эпизоде. Боюсь, сегодня мы отклонимся от стандартной процедуры анализа, Гордон. Да, но это и есть серьезные причины. Это редчайшая возможность. Это самый чистый образец из всех, которые видят. И, возможно, самый нестабильный. Ну что вы, будем придерживаться стандартных процедур введения. И все будет хорошо. Не знаю, как ты можешь так говорить. Хотя я признаю, что вероятность каскадного резонанса крайне мала. Я просто... Гордону не нужно все это выслушивать. Он высоко квалифицированный специалист. Это я. Заверили администратор, что все будет в порядке. Да. Ты прав. Гордон. Мы в тебе полностью уверены. Это самое главное. Пора уже его впустить. Да, впустите меня. Окей. Смотрите, убрать трап. Подняться на трап. Хорошо, Гордон. Что это? Костюм должен обеспечить тебе комфорт в течение всего эксперимента. Образец будет доставлен тебе через пару мгновений. Бау. Теперь, если ты изволишь взобраться по лестнице и запустить роторы, мы сможем довести антимаспектрометр до 80%. Если ты изволишь и посмотришь, я уже давно здесь. Я вниз. А вы как хотите. Очень хорошо. Дальше мы продолжим сами. Отключение включателей с первого уровня через 3... А, блин, он слишком высокий здесь. Ладно, мы посмотрим, просто нашел. Начинается предсказуемая база. Отключение включателей второго уровня через 3 часа. Так, мы не знаем, сколько времени система сможет продержаться на такой нагрочке и сколько времени займёт щипы. Пожалуйста, работай как можно быстрее. Окей. Так как конденсатор 105%. Это, наверное, не проблема. Чё у вас там? Я некоторые фразы не понимаю из-за этого шума. Только что сообщили, что образец готов, Дронко. Он вот-вот прибудет к тебе. Следи за системой достатки. Окей. И 3, 2, 1. Погнали! Баунс! Начинается шоу. Главный ролик Гордон Фримон. В роли которого я. Ладно, на самом деле это жить вообще. Ой-ой-ой! Я сейчас сломал. Гордон Фримон. Вартигон-то. Ну что ж, это было интересно. Непредвиденные последствия. Глава первая. Эпизод второй. Так, окей. Как мы видим, произошло мясо. О, привет. О, аптечка. Кассета. Так. Ёка на полке. Так. Тебе я говорю. Дальше я вообще не знаю, что будет. Поэтому. У меня осталось только память с первого Call of Life. Так что. Вот так, вау. Я только сейчас обратил внимание, какие тут реалистичные и красивые блики. Вообще небезопасно в таких моментах на листах. Элайк Лейнер. Я пытался предупредить их. Я никогда не думал, что увижу каскадный резонанс. Не говоря уже о том, что создам его. Во имя катарша Рёдингера. Он живой. Гордон. Хвала Господу за этот костюм. Телефон не работает. Не могу связаться ни с кем в комплексе. Выбирайся на поверхность. И сообщи кому-нибудь о том, что здесь произошло. Неизвестно еще, какие опасности нас ожидают. Ага. О боже. А это у нас Ламар. Будущий. Ну конечно, о чем речь. Я в нем всю игру прохожу. Да и не только эту. А все остальные части. Я сговорю, у них тут у нас происходит. Братан. О, фиг здесь. Ран, ран, ран. Тичь. Какие обработки неисправностей, немедленно явится в сектор С. Какая же тичь происходит. О, фиг здесь. И нет, чувака. Стоять. Тут должна быть монтировка. Может она где-то здесь. What the fuck? Мне не дали монтировку. Я ожидал на этом закончить. Ладно. Может это? О, черт. О, черт. Помогите. Поднимание. Незасреженные фото биологической жизни зафиксированы в... Помогите. Не бой. Давайте. На этом, пожалуй, закончим. Нет, я лучше уйду отсюда. Так что, на этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. С вами был Демонкрафт. Всем пока. Вся музыка в описании. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!